всем привет друзья с вами реалайз и сегодня у нас будет обзор замков подписчиков так как пока что нам снимать ничего ничего интересного у нас в игре не происходит итак начнем мы с клана тут ник александр человек уже напишет в пятый раз давайте все-таки посмотрим на его состав и так заходим в профиль к данному игроку видим что на арену ходил более 100 раз но призовых не так много давайте посмотрим на его состав так это наверно 30 арена не 20 арена три человека в казарме ну смотри во первых воде пятизвездное потомство конечно тут если больше ничего не могу сказать далее состав в принципе нормальный одет у тебя тоже принципе нормально все при получении есть шанс восстановить себе здоровье ну может быть стоило приобрести бы себе например в магазине арена броню которая тебя воскрешает например так как ты танк если у тебя танк упадет то лучником как бы будут легкодоступны и твоих лучников можно будет легко убить поэтому необходимо чтобы как-то он воскрешался поэтому наверное лучше приобрести тебе броню давай посмотрим что у нас с амулетами амулет вообще отличный кольцо тоже отличный а следующий лук отличный ну конечно был бы настан был вообще замечательно кольцо конечно плохое лучше на урон я тебе посоветовал бы снять твоего танка кольцо и поменять его вот этим лучником потому что лучника все-таки урон поболее должен быть сколько у тебя получается здесь 1000 здесь 900 ну да плюс кольцо ты снимешь и здесь будет урона больше лучше надеть этот это на лучника кольцо так здесь арбалет плохо что без оглушения конечно броня нормальная так здесь кольцо тоже отличная амулета на магическую броню и здесь тоже на магическую броню но в идеале конечно бы тебе поменять амулеты чтобы они были на здоровье и на обычную броню то есть на физическую два амулета поменять кольцо с танка надеть на на лучника ну и потом конечно необходимо тебе будет еще одно такое колечко приобрести чтобы вообще избавиться отдали от данного кольца потому что она без урона стат конечно здесь они нормальные но важен конечно урон для лучника это самый главный показатель вот ну и как я уже говорил ранее в воде пятизвездное потомство так в принципе все у тебя довольно таки неплохо так и следующий у нас клан лорд лорд легион ник фантом заходим в профиль к данному игроку очень много ходил на арену но призовых практически нету сразу видно конечно что проблемы какие-то человека составом так давайте найдем его казарму 5 человек у него в казарме уровень у него 55 пятизвездное потомство вижу что выводишь но как я говорил уже много раз повторял другим игрокам тебе необходимо избавиться от твоих магов именно плане того что женщина они то есть должны быть мужчины так как женщин лучше использовать для размножения а ну хотя в принципе у тебя ну да 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 в общем лучше избавиться от женщин это первое замечание в общем и продолжай вводить пятизвездное потомство ну и далее конечно я также вижу что у тебя все по вещам плохо то есть помимо того что нету легендарных у всех так еще имеются и синие вещи это очень плохо конечно здесь смотреть смысла никакого нету ничего абсолютно я могу только тебе по составу пробежаться то есть тебя один лучник получается два танка один с оглушением другой секирой два мага один по области наносит урон и второй воскрешает но по моему то есть по моему мнению у тебя тут полная каша смотри что я бы сделал я я бы из одного бойца то есть из одного воина танка точнее сделал бы лучника сделал бы лучника и два мага то есть на воскрешение где брать вещи я уже тысячу как бы раз говорил всем друзья мне говорят все что я плохие даю совет я просто говорю что должны должны быть лего вещи а как это сделать якобы я не рассказываю но мне есть рубрика из грязи в князи где вам все подробно рассказывал и показывал на собственном опыте как все это сделать необходимо просто играть каждый день в игру то есть проходить вторжение если есть возможность приобрести себе премиум аккаунта это еще лучше если нет ничего страшного так как на старом профиле да я кто есть на другом точнее профиль я играл совершенно без вложения каких-то денежных и все было у меня нормально поэтому просто проходите вторжение перерабатывайте вещи проходите сюжетные линии ходите в портал то есть и везде по чуть-чуть все это капает и необходимо одеться то есть тебе лучше дальше не развиваться в плане уровня не стоит переходить на следующую арену 70 останется пока на 55 одень всех в лего поменяй состав и после этого только как ты нафармишь себе дополнительных очков можно двигаться дальше если ты с таким составом пойдешь дальше например то как бы развиться можно можно с таким составом дойти например до сотов уровня проблем нету но ты не будешь ходить на арену ты будешь просто фармить вторжение проходить сюжетную линию но арена тебе не видать если ты действительно хочешь сражаться на арене с игроками то тебе конечно необходимо остановиться на данном уровне и непосредственно заняться улучшением своего состава то есть как наращивание мощности так и изменение полностью своего состава еще раз скажу из одного танка ты делаешь лучника два мага оставляешь но обязательно маги должны быть на способами на воскрешение то есть и такой состав будет гораздо лучше потому что этот маг который бьет по области магии то есть я конечно понимаю что это легендарное оружие но она бывает как бы не нужно в данном как бы в данном составе это оружие вообще не актуально у тебя абсолютно поэтому я не говорю чтоб ты уломал например просто необходимо его снять оставь может быть когда-то на тебе пригодится на каком-нибудь боссе где необходимо бить магии то есть тогда ты его наденешь но для фарма арены конечно этот посох не подходит либо для фарма портала тоже этот посох не совсем хороший поэтому одевайся просматривая рекламу как я уже говорил ранее до открывать сундуки перерабатывать вещи не так сложно вот этот состав который здесь можно одеть в лего вещи примерно ну за два месяца можно просто налегке без премиум аккаунта все ходить в леву так что смотри мои выпуски посмотри какие-то сделал посмотри рубрику в принципе все видно и понятно так больше не будем задерживаться давайте следующий клан лабиринты эхо ник влад кстати друзья все кто вот не верил смотрите есть возможность получить 100 алмазов если пройти обучение то есть вот сейчас вылезла реклама но почему мои ссылки не работали когда я выкладывал дело в том что у каждого должна быть индивидуальная ссылка то есть если я сейчас придут по данной ссылке то лично я получу 100 алмазов я просто думал что если каждому каждый кто пройдет обучение получит 100 алмазов но это не работало именно поэтому я ролик сразу удалил чтобы не вводить вас в заблуждение так что ждите вот такой вот рекламы и обязательно пройдите обучение если вы не играли в эту игру ну и соответственно получите свои 100 алмазов которые вам могут пригодиться заходим в профиль к данному игроку видим то что на арену ходил в принципе с призовыми не все так плохо но и не совсем все шикарно давайте посмотрим так состав 3 человека в казарме это у него 30 арену слушаю тебя тут все одеты идеально на маку тебя на урон по области но не знаю как это в общем сомнительный как бы вариант если тебе все устраивает точнее тебя на арене с магом который бьет по области в принципе потому что арена ты маленькая но я наверное бы лучше сделал мага на воскрешение в идеале конечно лучше бы поменял заменил бумага на вот такого вот лучник чтобы тебя было два лучника один танк так в принципе в принципе у тебя все отлично кольцо здесь очень крутой состав на самом-то деле она если нет вопрос по твоему урону по области если тебе действительно как бы тяжеловато как тяжеловато на арене если не всегда берешь призовые места значит дело в нем если тебя все нормально с призовыми местами то то это уже твое дело то есть в принципе пятизвездное потомство ты выводишь плюс ко всему тебя нету женщин в казарме все женщины у тебя беременны я так понимаю уже все пятизвездные у тебя посмотрим да друзья кстати кто вот смотрит данный выпуск независимости от того если в нем ваш замок с посмотрите обратите внимание вот на данного человека все сделает идеально вывел пятизвездное потомство нету женщин в казарме и заранее все женщины у него уже беременны то есть он уже подготовился как только он прокачает себе на следующий уровень тронный зал и улучшат жилую свою комнату у него прибавится количество новых жителей все что ему нужно будет просто вот нажать на беременную женщину и сразу у него появятся дети то есть это действительно экономит время ты молодец ты делаешь все верно поэтому очень хороший пример остальным игрокам как необходимо правильно свое время экономить в плане вот развития пятизвездных жителей у кого-то не получается вот смотрите человека все получается все нормально так что мне все у тебя нравится давайте перейдем к следующему клан карелия 10 рус ник и риздор заходим в профиль к данному игроку так видим на арену очень много ходил призовых мало но и в принципе наверно понимаю в чем проблема скорее всего человек играет давно и когда вышло вот арена уже сама ему уже стало сложно то есть есть такие игроки которые очень старые то есть давно играли и стали заложником вот этой самой арены когда она вышла потому что понимаете раньше в чем была в разница то раньше можно было нападать на вражеские замки фармить портал проходить вторжение то есть в принципе мощность отряда была не очень актуальная никто к ней не стремился просто все прокачивали как можно больше ну как можно быстрее старались получить максимальный уровень бойца в игре и надевали чуть ли не зеленые и синие вещи потому что они действительно ничего не значили и вот в этот момент появляется арена и все десятые тронные залы игроки то есть они все плохо одеты бы так ну давай посмотрим и так вижу тебя если шаде сейчас стоит в казарме но скорее всего вот это все пять человек у тебя сейчас пробежимся так у тебя получается 85 сотый уровень да и это 87 так что у нас тут получается воскрешает отличный посох на воскрешение конечно броню нужно поменять кольца но тут будут говорить то в принципе ничего это 10 тронный зал да у себя наверное уже ну да 10 тронный зал это уже максимальный уровень в игре поэтому вот она же отличные кинжалы кинжалы мне нравится отлично я бы себе хотел такие кинжалы пока нигде не могу их раздобыть так но вот более-менее у тебя адекватный кстати разбойник разбойник до более-менее адекватный неплохой так что у него получается по общему урону 24000 но это вот прямо самый наверное самый низ для арены для соты конечно это да сейчас там такие бешеные но неплохой принципе неплохой разбойник что тут у нас еще лучник ну лучник слабого да если ты конечно на него легендарное колечко наденешь и будет приблизительно 12000 будет уже конечно по получше но это все банально конечно все эти вещи вы сами прекрасно понимаете так этого мы смотрели так еще один восстанавливать жизнь восстановление но это это спорный момент то есть я бы тут поспорил конечно лучше так а третье могла посмотрим воскрешение наверно все таки знаешь я тебе что посоветовал бы оставить два мага на воскрешение два разбойника и один лучник то есть вот такой состав попробуй ну и конечно тебе нужно одеваться тут уже смотреть нечего как себе могу посоветовать как одеваться то есть это опять таки портал это опять таки вторжение просмотр рекламных сундуков и видео и прочего то есть все постепенно все по чуть-чуть тем тем более я даже вот сейчас сам подхожу к ты сотой арене да я всех один у меня есть легендарные вещи на каждого персонажа то есть я полностью всех одену в легендарные вещи но даже в таком варианте мне как бы не иметь успеха не видать успеха потому что необходимо конечно и самоцветы хорошие вставлять и вещи лучше находите артефакты необходимо то есть здесь очень сложно все все постепенно все по чуть-чуть вот так что принципе тебе только ты уже почти дошел до конца как бы игры грубо говоря все что тебе осталось конечно это одеваться все вещи должны быть минимум легендарные конечно ну и по составу посмотри как я тебе сказал попробуй сделать так сейчас да сейчас очень сложно на максимальных аренах поэтому как бы когда я прокачаюсь сам до 100 уровня дойду я буду снимать почти каждый день вам ролики отчеты то есть как мне идет развитие покажу 100 арену возможно стрима у меня к тому момент наберется около 600 билетов то есть если это заморочиться посчитать сколько это времени уйдет можно не знаю мне кажется будет сидеть и стримить целую неделю без остановки 24 на 7 как я хожу на как бы на турнир и поэтому чем такой хочу интересное снять так ладно давайте следующего смотреть здесь принципе говорить ты не о чем нужно просто качаться так клан блокчейн 2 ник экстра шок так заходим в профиль к данному игроку увидим то что здесь все у них шикарно давайте посмотрим наверное у него 70 арены я так думаю давайте даже да так 70 пятизвездное потомство выводит но и единственное еще раз повторюсь я боль женщина сбавлялся потому что все-таки их лучше оставлять для размножения так как беременная не может ходить на войну что у нас тут а по луку так лук нормально его я так понимаю то магазин арена купил потому что здесь критический урон увеличен на сто процентов но все-таки в приоритете с оглушением лук здесь при смерти оглушает врагов в области на две с половиной секунды но не знаю такой себе на и лучше со скелетами все-таки получше наверно было раздобыть кольцо слабенькая и амулет тоже слабый здесь так вот этот меч мне нравится броня хорошие но все-таки наверно чем со скелетами поинтереснее с магазин арена бы лучше достать кольцо мне вот интересно где-то набил столько первых мест возможным ты на 55 арене набивал то есть как-то умудрился просто мне не верится что таким составом ты мог первое место брать здесь на оглушение все отлично так броня отличное кольцо с амулетом так здесь тоже на оглушение 35 слабый слушай но я не знаю но напиши может быть ты что-то фармишь бухта может быть поэтому в чем таки амулет у тебя слабые с кольцами на кольцо ладно кольцо кольцо вообще на магический урон то есть непонятно честно мне непонятно отпишись в комментариях чего вообще тут у тебя происходит потому что тут даже обсуждать нечего как-то ну очень слабые у тебя вещи на самом-то деле и не по уровню и как-то набил столько много призовых мест первых особенно возможно это было 55 арена потому что сейчас на 70 арене ну просто монстры какие-то а ты с таким составом но однозначно попадаешь конечно на 70 арену а это очень слабо посох на воскрешение хороший силой магии все отлично но то что вот кольца амулет эпические здесь все не по уровню здесь тоже эпическое непонятно как ты берешь призовые места то есть если сейчас обсуждать твой состав такой какой он есть для 70 арену то по мне он слабый потому что все вещи конечно все должны быть легендарные в любом случае точно арене просто монстра плюс есть такие у которых уже и красные камни на 70 арене но у себя и ко мне в принципе слабые и вещи слабые как ты брал призовые непонятно обязательно напишись комментария ну и советую я тебе понятное дело конечно все вещи по уровню раздобыть во первых но и во вторых чтобы они были легендарные конечно как это сделать я думаю ты прекрасно знаешь так давайте посмотрим клан мордовия ник артур заходим в профиль к данному игроку увидим то что очень много ходил на арену призовых ну маленькое соотношение на самом деле возможно когда-то занимал возможно сейчас только начал занимать призовые давайте посмотрим так 55 арена ну да составчик хороший в принципе уже и так видно смотрим на восстановление тут что у нас атакующие самые дальние цели вот так здесь все понятно нормально так но то что посох на восстановление час к нему вернемся здесь арбалет ну понятно ты с уровнями играешься легендарно ты себе раздобыть не можешь так что с арбалетом все в порядке я к нему не буду докапываться броня броня у тебя легендарная у тебя 51 ну да можно принципе легендарную эпическую не добывать себе крит у ворот ну конечно тебе нужен здесь урон ты прекрасно сам все понимаешь и это тоже броня например и здоровье надо не понимаю что тебе тяжело попасть под уровень именно чтобы совпадал у тебя так далее кто у нас давай вот это посмотрим далее идет штанг 62 уровня здесь булава все отлично здесь тоже все отлично кольцо так здесь тоже отлично улитку улитку вытащил молодец так кто у нас идет еще один нас лучник уже 60 в уровне при атаке шанс так арбалет с арены с магазина арены броня броня тоже хорошая колечко 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 отличная амулет да вот здесь амулет хорошие так но вот этот вообще у тебя нормально заряжен так тимофей мы смотрели вроде как до еще один нас остается 50 но тут опять-то та же ситуация что-то с уровнем играешь здесь тоже самое ты решил лего оставить все понятно здесь ну понятно наверное лучше ну слушай ты прекрасно знаешь что что ты сделаешь все тут понятно у тебя кстати что он с артефакт здесь лечение лечение ну вот смотри мне иначе какой вопрос почему ты себе выбрал мага на лечение во первых смотри у тебя всего лишь один маг принципе на лечение это очень мало да он нормально заряженный но это очень мало у тебя есть артефакт на лечение отлично раз в некоторое время вообще супер и восстанавливает много здесь тоже вопросов нету но тебе необходимо конечно не булаву тогда тебе необходимо меч и достать который восстанавливает жизни и плюс так увеличить свое здоровье здесь у нас так здесь нас какая броня получается двух скелетов здесь до отличная броня но мне кажется он тяжело справляться ему потому что все таки два танка то есть маг берет например на по ассисту допустим то есть по одному бьет какому-то то есть одного восстанавливает танк лучше конечно когда например один танк всего лишь и 2 мага на восстановление жизни плюс есть артефакт плюс у того танка меч на восстановление жизни то есть отхил есть какое-то и броня еще при получении урона там есть шанс что она восстановите определенный процент здоровья вот все это в совокупности тогда плюс артефакт с условием раз некоторое время работает нормально но если тебя данный состав устраивает то принципе никаких вопросов меня к себе нету в любом случае состав у тебя нормальный состав хороший и артефакты в достатке все нормальные камни ты синие начинаешь уже слоты вставлять поэтому принципе состав хороший все нормально далее у нас идет клан аркасии ник милуи заходим в профиль к данному игроку смотрим на арену ходил почти более точнее более 500 раз но что-то с призовыми не очень давайте посмотрим до казармы пять человек далее смотрим пятизвездное потомство выводит но и женщина в казарме я уже говорил неоднократно что я бы от них лучше избавился и оставил только мужиков тем более если сейчас сидишь на 70 ой извиняюсь если ты сейчас сидишь на арене пятидесятый то как бы у тебя еще есть время просто поменяй например вот возьми отсюда какого-нибудь мужика поменяй его а женщину лучше обучил какому-нибудь ремеслу ну в общем поменяй избавься от женщины они тебе не нужны вот это вот лучника например так ну и далее начнем тогда смотреть у нас идет лучник с арбалетом на оглушение все шикарно броня отличная кольцо отличная амулет амулет слабенький потому что здесь во первых он эпически а во вторых вот показатель конечно слабоват лучше бы на здоровье поэтому старайся найти ну ты заменить старайся его далее отличный лук с оглушением броня тоже отличная кольцо 45 уровня проседает на 10 уровней но ходи пока что с таким пока лучше себе ничего не найдешь ну и здесь то же самое с амулетом амулетик нужно поменять быть далее клинки легендарные хорошие но по уровню проседает поэтому их на замену однозначно так броня у нас отлично здесь колечко кольцо хорошее но нужно легендарная броня так отличный амулет амулет отличные далее у нас идет маг мага восстанавливать жизни посох эпический с показателем силы магии по уровню на восстановление жизни но давай сейчас мы вернемся к этому то есть по я посмотрю актуально не актуально для себя так броня 55 уровня здесь все отлично кольцо под замену но кольца нужно дождаться сам понимаешь в портале лучше и по фармить портал попытаться колечки достать но с кольцами с амулетами вечная проблема поэтому как бы это понятное дело у меня тоже не все хорошо со всем с этим так но здесь отлично амулет и все до получается или нет нет еще у нас один вам есть арбалетчик до последний арбалетчик получается нас остался да вот после мага идет арбалетчик отличный отличный арбалет на оглушение здесь у нас броня отличное кольцо проседает и отлично амулет ну кольцо тоже конечно под замену желательно когда лучше найдешь так ну и теперь можно вернуться к твоему магу я тебе советую просто в твоей ситуации not что у нас по артефактам да посмотрим так это не то раз в некоторое время при воскрешении союзников о как ты же понимаешь что это артефакт вообще у тебя не работает при воскрешении союзника у тебя же не туда никакого воскрешения ну ка может быть я проглядел может броня у кого-то есть на воскрешение по моему нету да нету нету то есть а ты раз некоторое время то есть это хороший артефакт так что у нас тут так это тоже хороший артефакт вот раз некоторое время при воскрешении союзника у тебя нету мага который воскрешает поэтому данный артефакт помимо того что он не работает он еще завышает тебе ложная мощность то есть и даже ориентироваться тяжело да может быть некоторые враги на тебя побаиваются прыгнуть из-за этого артефакта ну к примеру потому что мощность кажется им выше они не прыгают но если враг нормальный который быстро пробегает смотрит артефакты конечно сразу поймешь что это артефакт липовый поэтому данный артефакт у него первых не хорошие условия она в принципе нехорошие условия но чтобы тебе исправить твоя ситуация тебе конечно необходим посох на воскрешение прям вот синий даже синий сделаешь посох надевает осени посох и иди на арену уже результат будет гораздо лучше то есть любой посох то есть даже синий поставь и сходи на арену и артефакт будет работать и толку будет больше потому что одному могу тяжело восстанавливать жизни вот данному танку то есть представь себе 62 тысячи жизни ты восстанавливаешь то есть вообще карпали то есть это очень мало за 4 секунды то восстанавливаешь ну пусть там грубо говоря 14 до тысяч к примеру да ты восстанавливаешь но это очень мало за 4 секунды то есть поэтому лучше поменяем посох на воскрешение так в принципе у тебя все неплохо остальные у тебя нормально заряжены и на этом мы будем заканчивать наш выпуск так как уже он очень долго по времени идет те кто не попал выпуск друзья попадете обязательно в следующем всем друзья удачи всем пока